Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор Церкви Волны из штата Вирджиния. Спасибо, что снова принимаете меня в своем доме. Наша встреча — это не случайность, она была запланирована Богом. Бог работает сквозь времена и сроки. Библия говорит, что для каждого действия есть свое время. Я верю, что эта программа тоже запланирована Богом специально для вас. Вы удивитесь, насколько Слово Божие полезно для повседневной жизни. Многие люди говорят мне, «Вы знаете, я смотрел вашу программу сегодня, и вы говорили прямо ко мне, так, будто бы вы знали, что у меня происходит в жизни». А все это потому, что Слово Божие имеет очень много смысла. Оно как помазанный здравый смысл на каждый день. Помните, хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Именно поэтому Слово Божие многогранно. Никуда не уходите. Прошу вас, оставайтесь с нами до конца программы. И я верю, что вы по-новому узнаете Господа Иисуса. Спасибо, что смотрите нас. Давайте прямо сейчас перейдем к посланию и послушаем Слово Божие, которое приготовлено специально для вас. Итак, наслаждайтесь Словом. Хочу поговорить сегодня об этой фразе «пресечь в корне». Вас может это удивить, но я работал ландшафтным дизайнером, ухаживал за газоном на настоящих футбольных полях. Это был прекрасный газон. Я тогда гордился этим. Также работал в ботанических садах в городе Олбани в Австралии. Там росли тропические леса, великолепные розарии. У роз есть особенность. Если хотите вырастить красивую розу, вам нужно отстригать нецветущие ветви. Вот здесь мертвая ветка. Вам не нужно, чтобы силы растения уходили во что-то непродуктивное. И вы срезаете ее у основания, чтобы новые цветущие веточки могли лучше расти. А вы знаете, что в Библии много говорится о том, чтобы пресечь в корне, на корню, так сказать. Книга Екклесиаста именно об этом нам и повествует. Это восьмая глава, одиннадцатый стих. Сказано, нескоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Итак, мы взяли и мертвую часть просто убрали, потому что из-за нее не будут расти остальные. Хорошо, давайте подумаем о недавних событиях, которые мы обсуждаем здесь, в Соединенных Штатах Америки. В другом переводе говорится так. Не всегда люди получают быстрое наказание за свои дурные дела. И это вызывает также и у других желание делать плохое. Сказано, что каждое неплодоносящее дерево необходимо срубить и сжечь. Обращаю внимание всех, кто говорит, что Бог не заинтересован в результате. Прочитайте этот стих, потому что любое неплодоносное дерево нужно срубить. Мы не говорим здесь о том, что нужно срубать больше деревьев, вредить окружающей среде, но говорим, что срубая дерево, должны знать, почему и для чего мы это делаем. Потому что когда вы исправляете результат, а не причину явления, то все обязательно повторится. Результат останется прежним. Нужно пресечь в корне. Нужно уметь быстро покончить с чем-то. В Писании об этом сказано, не правда ли? Есть люди, которые не получают быстрого наказания за дурные дела. И если это происходит, то так уж они устроены. Это просто побуждает их совершать новые и новые проступки. А нужно пресечь в корне. Книга притчи Соломоновых, 26 глава, 20 стих. Огонь остывает, когда нет дров, так и ссоры прекращаются, когда нет сплетен. Иными словами, если не будет дров, огонь потухнет. Знаете, недавно мы с моим сыном и несколькими ребятами поехали на мотоциклах по национальному парку. Пять гор высотой 5000 футов. Предупреждали, что в то время нам будет там, мягко говоря, ну, холодновато. Но нам же все нипочем, и мы все равно поехали. Каждый вечер мы разводили огонь, и он был очень важен для нас. Но если вы не подкладываете постоянно дрова, он гаснет. Вечерами без огня мы могли замерзнуть. Очень нуждались в нем. Однажды вечером мы говорили о медведях. Знаете, они могут учуять запах шоколада даже из закрытой стеклянной банки. Я вспомнил, что у меня в палатке лежит шоколадка. Я так испугался, что медведь придет на ее запах, что даже не притронулся к ней, не вскрыл упаковку. А когда услышал, как кто-то рычит, очень смешно. Это был Джордж. И когда услышал шорох, положил голову под спальный мешок и молился, притворяясь мертвым, я больше не знал, что мне делать. Я помню, что первое, что делал утром, подходил к потухшему огню. Некому было подкладывать дрова ночью. Все перепугались. Так вот, я подходил к потухшему огню. И что я видел? Я видел, что все разбрелись. Правда же? Так и ссоры прекращаются, когда нет сплетен. Правда же? Для любой семьи, дела, культуры, общества, нет ничего более разрушительного, чем сплетни. Если подумать, наше поколение живет в самом быстром темпе, когда-либо существовавшем на Земле. Мне рассказали, что раньше кинотеатры были местом встреч, где можно было узнать последние новости. До того, как создали телевидение, люди ходили в кино, и там узнавали, что происходит в мире. Так люди получали информацию, слушая радио и посещая кинотеатры. Многие люди узнавали о событиях, даже таких, как начало войны, просто посетив кинотеатр. Наверняка вы слышали об этом. Сколько времени занималось сначала снять ролик, выпустить его? А сегодня все доступно онлайн. Мы живем во время самых высоких скоростей, и именно мы страдаем в большей степени от пресечения вещей в корне, удаляя вещи перед тем, как они разрастутся и доставят гораздо больше проблем. Этот стих как раз для нашего поколения. «Сруби дерево на корню». Моя сестра собиралась выходить замуж. Прекрасная девушка. Она любит моду, косметику, прически, надежду, обувь. Она типичная девушка. Она начала встречаться с парнем, возможно, самым бережливым парнем, которого я когда-либо встречал. Когда его постригла его мама, казалось, что она положила на голову миску и просто обстригла волосы вокруг. Он был просто бережливым. Очень бережливым. Когда уже состоялась их помолвка, и недалеко было до свадьбы, я спросил сестру, «Ты хорошо подумала?» Выбирая этого парня. Я люблю его. Он самый лучший зять. Но что, если ему не понравится, что ты покупаешь всю эту одежду, и когда вы поженитесь, он может запретить тебе это делать? И она сказала, «Я никогда об этом и не думала. Первое, что я сделаю, изменю его». На что я сказал, что нам нужно поговорить, что если он так же думает в отношении тебя, то навряд ли что-то получится. Это очень важная тема, которую лучше обсудить сейчас, до женили бы. Через пару дней она ходила радостно, сказала, что все это время он чувствовал, что одевается старомодно, и он хочет, чтобы я помогла ему с гардеробом. Это был здравый разговор, необходимый до вступления в брак. Библия говорит об умении видеть вещи в зародыше. Нам нужно уметь слушать. Подумайте о ваших делах, семье, отношениях, что нам нужно умение быстро увидеть некоторые вещи, и это очень важно. Наверняка все вы хотели лучше замечать что-то, и вам приходилось с сожалением узнавать, что вы чувствовали что-то не так, но не обращали на это внимания. Мы все так живем, и нам нужно научиться пресекать в корне. Мы должны срубить дерево на корню. Мы пытаемся исправить результат, не исправляя причин. Библия говорит, что Иисус сам делал то, что я называю ранним распознаванием. Послушайте, что сказано в Евангелии от Иоанна. Это 2 глава, 24 стих. «Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что находится в человеке». Иисус не вверял себя людям, так как знал, что в них. Он имел способность знать наперед, кому доверять, а кому нет. Вот об этом данный стих. «Но есть среди вас неверующие», говорит он дальше, это уже 64 стих, «Ибо Иисус знал с самого начала тех, кто не уверует, и того, кто предаст его». Раннее распознавание он знал наперед, он знал, что дерево надо рубить, он знал, как правильно поступать. Не то, чтобы он знал, кому стоит доверять и кому нет, но он видел потенциал в людях. Когда он увидел Петра и сказал, «Я дам тебе новое имя», тебя звали Симон, что означает тростник, но я назову тебя Петром. Он увидел потенциал в Петре первым, прежде чем кто-либо. Петр стал сильным лидером в новозаветной церкви. Иаков и Иоанн, Иисус выделил их, первый увидел в них потенциал, который никто больше не увидел. Бог дарует нам эту способность в наших делах, в нашем мире, взаимоотношениях, дружбе, с нашими детьми, чтобы мы могли видеть потенциал наших супругов. Подумайте об этих стихах. Подумайте о работе военных, когда, кого и как обучать, куда посылать, как вести военные действия. Если бы в духовной жизни мы могли видеть врага заранее, способность видеть заранее, как сказано в Библии, замечательно, и Иисус обладал ею. Я читаю этот стих и говорю, «Бог, надели меня этой способностью, она мне так необходима». Послушайте, что говорит Иисус об идее распознавания потенциала в Евангелии от Марка 4 главе. Это 28 стих. «Земля сама по себе родит зерно». Сначала стебель, затем колос, потом заполняет колос зерном, сначала стебель, что-то, что всегда появляется первым. Сначала стебель, затем колос, сначала, затем, и после, потом. Сначала стебель, затем колос, потом заполняет колос зерном. Все хотят колос с зерном, но все ли видят потенциал в стебле? Не знаю, что увидела Шерон в молодом 17-летнем парне, но что-то во мне она увидела. Многие люди говорили ей, держись подальше от Стива, он слишком дикий, он сумасшедший. Но она что-то увидела. Наверное, это был стебель. Сначала стебель, затем колос, потом заполняет колос с зерном. Иисус учит нас этой способности видеть в людях потенциал, не в ситуациях, не в жизни, но заранее. Видите ли вы потенциал в своем ребенке, в своих делах? Запомните, сначала идет зелень. Джордж Вашингтон был шокирован, когда Бенни Макдональд сделал не только с ним, но и с его нацией и будущим, то, что сегодня называется Соединенными Штатами Америки. Бенни Макдональд, известнейший предатель в американской истории, без сомнения. Джорджа Вашингтона очень расстроила то, что он этого не предвидел. Считал Макдональда равным себе, он был бесстрашен, настоящим бойцом, поэтому Вашингтон был шокирован, когда Макдональд оказался предателем и передал американские стратегические данные британцам. Я читал о Джорджа Вашингтоне, и думаю, что в его сердце была горечь и огромное сожаление. То чувство, когда тебя предали, он пишет, вспоминает тот день, когда Макдональд не захотел идти с ним в бой. Это был тот самый день, когда Макдональд передал информацию британцам, и, окажись, он с Вашингтоном, тогда он знал бы, что погиб. Джордж Вашингтон сказал, «Я верю тебе, я хочу поступить правильно». Он вспоминает, что слова Макдональда никогда не совпадали с выражением лица. Он спрашивал себя, «Но почему я раньше этого не замечал?» Его слова «Радостно видеть вас, генерал Вашингтон», но его лицо никогда не соответствовало его словам. Это называется раннее распознавание. Есть знаки, которые мы можем научиться читать, пресечь в корне. Все хорошо получается, когда мы мудры. Я думаю, что самое лучшее, что можно вынести из Писания, это способность хранить свое сердце. Я не говорю о других, я говорю о вас. Ваша способность хранить свое сердце, вы должны повторять в своем разуме снова и снова. Я должен хранить свое сердце. В Библии сказано, «Превыше всего». Слышите? «Превыше всего остального». Всего много. Но превыше всего. Охраняйте свое сердце. Все, что вы делаете, это все следует из сердца. Мы все можем сказать, это внешние обстоятельства, это они влияют на нашу жизнь. На ком ты женился, кем были твои родители, город, в котором ты живешь, работа, образование, есть высшее образование или нет его, качество жизни, социальные и экономические условия. Но в Библии сказано, «Нет, не от этого все зависит». Сказано, «Качество твоей жизни, возможности зависят от того, как ты хранишь свое сердце». То, как ты хранишь свое сердце, определяет свободу и широту твоей жизни. Библия как бы говорит, «Давай, пресеки это на корню, хорошенько посмотри в зеркало». Мы все любим исправлять внешние обстоятельства, но именно меняясь внутренне, мы можем изменить свою жизнь. Книга притчей Соломоновых, 29 глава. «Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел». Когда люди говорят, «Я буду делать то, что велит мое сердце», я понимаю. Но Библия говорит, что нельзя доверять своему сердцу, что тот, кто слушает его, тот глупец. В книге Иеремии, в 19 главе, говорится так, «Сердце очень больное». Кто же может понять его? Кто-то говорит, что Библия велит следовать своему сердцу, но она говорит, что сердце больно. Мы не можем доверять сердцу. Аминь. Притча Соломоновы, 3 глава. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления». Библия говорит, что если ты не заботишься всерьез о своем сердце, то болезнь обязательно постигнет тело. Чистое сердце делает жизнь прекрасной, но зависть, отсутствие Бога в сердце, непрощение, обиды, все это делает тело больным. Не все те внешние обстоятельства на сердце влияют, а внутреннее состояние сердца влияет на нашу жизнь. Библия говорит, что человек может мыслить по сердцу. Сердце может также думать, но нельзя ему доверять. Наверняка вы согласны со мной. Вообще в Библии очень много говорится о том, чтобы пресечь что-то в корне. Екклесиаст постоянно ссылается на эти слова. Он говорит, не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. в другом переводе говорится, не всегда люди получают быстрое наказание за свои дурные дела. И это вызывает у других желание делать плохие вещи. Сказано, что каждое неплодоносящее дерево необходимо срубить и сжечь. Обращаю внимание всех, кто говорит, что Бог не заинтересован в результате, посмотрите внимательно на этот стих, и тогда вы все поймете. Потому что любое неплодоносное дерево нужно срубить. Мы не говорим здесь о том, что нужно срубать больше деревьев, вредить окружающей среде, но говорим, что срубая дерево, мы должны знать, почему и для чего мы это делаем. Потому что когда вы исправляете результат, а не причину явления, то все обязательно повторится. Результат останется прежним. Нужно пресечь в корне, нужно уметь быстро покончить с чем-то. В Писании много об этом говорится. Если люди не получают быстрого наказания за дурные дела, то так уж устроено, это побуждает совершать новые проступки, а нам все нужно пресечь в корне. Иными словами, если не будет никаких дров, огонь потухнет. Соломон говорит об этом. Соломон также говорит о том, что сердце лукавое, и ему нельзя доверять. Надеюсь, вам понравилось это послание. Уверен, что Бог желает говорить к вам прямо и без посредников. У Бога есть план и цель для вашей жизни, и самое важное, что должен сделать каждый человек, это наладить личные отношения с Иисусом Христом, как со своим Господом и Спасителем. Многие люди верят в Бога, но этого недостаточно. Даже дьявол верит в Бога. Бог создал его, и Бог же выгнал его с небес. Но вопрос в том, была ли у вас личная и изменяющая жизнь встреча с Иисусом Христом. Вера в Бога это хороший старт, но она не дает вам уверенности в том, что Бог вас любит. Бог желает говорить вашу жизнь. Он хочет строить с вами отношения, которые изменят вашу жизнь. И я хотел бы помолиться за вас, если вы не знаете Господа Иисуса как своего личного спасителя. Возможно, когда-то вы уже произносили эту молитву, но больше не живете так, как раньше. Я буду верить вместе с вами, что ваши отношения с Иисусом будут восстановлены. Библия говорит, что он друг, который ближе брата. Нет ничего лучше, чем поддержка семьи. Согласно Библии, Иисус ваш друг, который ближе, чем брат. Если вы никогда не приглашали Иисуса в свою жизнь, или же вы не уверены в том, делали вы это раньше или нет, или же если вы не живете для Бога так, как раньше, и хотите восстановить свои отношения с Богом, то я хочу предложить вам помолиться. Просто скажите, дорогой Иисус, войди в мою жизнь и прости все мои грехи. Я принимаю тебя, как моего Господа и Спасителя. Я верю сердцем и исповедую устами, что я христианин, и мои грехи прощены. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь и аминь. Если вы произнесли эту молитву, то я хочу вас поздравить. Это очень важная молитва, когда вы признали свою нужду в Спасителя. Также я хочу помочь вам возрастать в Иисусе. Пишите нам, сообщите, что молились вместе со мной. Наш адрес вы видите сейчас на экране. Свяжитесь с нами и мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы помочь вашему духовному росту. Если у вас нет хорошей церкви, то мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам найти хорошую и здоровую церковь. Я также приглашаю вас в Вирджиния Бич в Церковь Волна, если вы живете в этом регионе. Мы будем молиться с вами и верить, что Бог изменит вас и вашу жизнь. Пожалуйста, найдите время и свяжитесь с нами. Дайте знать, как это послание коснулось вас. Но самое главное, сообщите, что вы произнесли молитву покаяния. Пусть Бог благословит всех вас.